Так, а сегодня у нас 25 апреля, суббота, и у нас такое спортивное утро получилось с Голей, мы ездим на великах, катаемся, и заодно мне нужно было заехать в СДЭК, в полшу какую-то посылку из Китая, я не поняла, что за посылка даже, вот, у меня есть предположение, которое идет ко мне два месяца от Лан Бена, но это, наверное, единственное, приехала я сюда, и оказалось, что ее отправили в другой офис, поэтому я нифига не получила, Сейчас еще съездим в Фикс Прайс, мне там нужно такое, что глянуть, я хочу этот спонжик, который идет такой мягкий-мягкий, как суфле, хвалит Алену Резвоночью, вот, поищу, потому что в нашем Фикс Прайсе его нету, и хочу сумку на велосипед еще посмотреть, потому что в нашем Фиксе тоже нифига нету, но в городе может быть есть, вот, если я куплю, я покажу, и надо зайти еще в Каберлик, там, пришла мне маечка с пайетками, такая прикольная, надеюсь, что она мне подарит, в этот раз, в заплате, кстати, деньги мне сразу же вернули практически на следующий день, поэтому, в принципе, без проблем можно возвращать, первый раз, кстати, сделала возврат в Каберлике, вот, погодка сегодня провозит шикарная, 20 градусов, обещаю, днем, сейчас уже тоже жарко, я одела джинсовку, когда ветерок прохладно, а когда солнышко, вообще прям жарко на солнце, так что, поехали мы кататься, наши велики стоят, наши велики стоят, вон, Колька, 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 по вашей ручке, так, вот мы катаемся, у нас сегодня чудесная приводка, Колька, мой красавчик, машин много сегодня, одной, метренно, правда, но зато тепло. Вот такую вот купила сумку в фикс прайсе, стоит 35 рублей, не особо, конечно, удобно, хотела я заказать нечто похожее на Али, но там такая она идет вдоль, и телефон просто отставишь, и можно видеть, куда ты едешь, здесь же телефон ложится, и до упадок этого никакого, конечно, с одной стороны, но зато, с другой стороны, если у тебя ничего нету с собой, ни рюкзака, ничего, то можно сюда положить кошелек, пакет, там салфетки влажные, что я обычно делаю, телефон сюда засунуть, в принципе, удобно, но так, конечно, не очень удобная сумка. Так, и кроме сумки для велосипеда, взяла, наконец-то, вот этот спонжик, который очень хвалила Алена Резвым, ну, не знаю, пока он какой-то твердоватый, надеюсь, при намокании он будет мягче. Ладно, посмотрим, салфетки антибактериальные для всей семьи взяла домой, и там появились вот такие какие-то новые батончики, мюсли, клюквам, вишня и мед, и вот такой вот, вкусные ягоды и мед. Так, и вот такие вот, арапис какао, любимые моего сына, так, и женские штучки. У меня получилось на 526 рублей. Так, и заезжала в Фаберлик за вот такую вот маечку. Сейчас я ее по мере покажу вам. Это трикотажный джемпер с рукавом для женщины. Тоже взяла 46-м размере, но слышала, что они большие мерки. Нужно заказывать на размера 2 поменьше и по самому. Так, вот такой вот артипул есть, кому интересно. И здесь такие интересные пайетки в таком красивом розово-голубом цвете с фармами на лето. Сейчас очень померяю. Так, вот так выглядит. Надо было, наверное, все-таки 44-й брать размер. Пайетки, конечно, прикольные. Ну, такая свободненькая совсем, длинноватая. Можно, конечно, ее заправлять. Но я, наверное, меньше брать не буду. Оставлю эту. Я хочу еще взять розовые леггинсы. Фаберлики их прям хвалят. Попробую, наверное. Под эту как раз маечку. Розовые, думаю, будет нормально. Она как раз удлиненная такая. Ну, в принципе, под белые кидики розовые леггинсы будет, думаю, прикольно смотреться. Так что, наверное, оставлю. Ну, вышивка, конечно, прикольная прям. Аппликация прям. Кстати, намочила этот спонжик. Он про очень сильно увеличился в размерах и стал мягкий-мягкий. Ну, конечно, пока слишком мокрый, чтобы делать с ним макияж. Но надеюсь, что будет хорошо. Потестирую, потом расскажу. Ну, конечно, штучка прикольная. Ну, будет пылиться, если так портает. Так, сегодня у нас воскресенье. 26 апреля. И у нас сегодня жарища. Завтра что-то у меня похолодание опять. Но зато сегодня вторые выходные подряд. У нас прям очень тепло. Сегодня вообще до 20 градусов тепла. Мы уже получили уроки с утра. Далее. Идем навесить бабушку. Заходить к ней не будем, но хотя бы так. Чуть-чуть погасим. Они вот посмотрят, а внука тоже соскучили за ним. И я хочу пофоткать для инстаграма. Разный косметод. Снесу с собой кучу всего. Снесу с собой кучу. Так, а сейчас я расскажу о том, что пришло мне на этот раз с сайта Shein. Посылочка в этот раз была просто очень удачная. И в отличие от прошлого раза, нам не пришлось ничего ушивать. И все подошло просто идеально. Заказывала я опять и для себя, и для детей. Начну с того, что я заказывала для себя. На лето я заказала себе вот такой вот легкий беленького цвета кардиганчик. Однобортный кардиган. Он идет в одном размере. И подошел на мой 46-48 просто идеально. Поэтому могу посоветовать. Для тех, кто любит по свободнее, я думаю, что он тоже будет хорошо. Здесь идут два вот таких вот небольших кармашка. Пуговички. Сзади ничего нет. И по низу также идет такая черная полоска. Так же, как и по рукавам с резиночкой. Материал здесь очень приятный. Написано, что это 22% полиэстер и 78% вискоза. Но качество просто отличное. Нигде ничего не торчат. Нитки. Все хорошо сшито. Ну да, 78% вискоза. Очень качественная строчка. Он идеально подойдет на теплое время года. Я его взяла для того, чтобы носить с джинсиками, с юбкой вот этой вот, которая у меня с Фаберлик. И я теперь все под нее подбираю. Я с ней, собственно, и померяю. Посмотрю, как она смотрится вместе с следующим топом, который я заказала также для нее. В общем, отличный кардиганчик. 1495 рублей. И он пока есть на сайте. Поэтому бегите, заказывайте. Очень приятный и хороший для лета. Юбку я заказала вот такой вот легкий летний топ. Он, конечно, такой совсем полупрозрачный. Но, в принципе, смотрится довольно симпатично, как я рассчитывала. Значит, здесь я взяла в размере М. И он хорошо на меня подошел. Спереди это просто обычный такой белый топ. Но сзади вся фишка его в том, что здесь вот такая вот необычная спинка. Кружева по спинке идет. И он как бы немножко укороченный, что ли. Вот так вот получается. Но смотрится, кстати, очень симпатично. Я когда его развернула, подумала, что он, наверное, мне и грудь не прикроет такой маленький. Но нет. По факту он очень симпатично смотрится именно с этой юбкой, с которой я планирую носить. Или с какими-то завышенными, может быть, брючками. И сверху вот этот кардиганчик. И смотрится просто чудесно. Вот. Он легкий. Это стопроцентный полиэстер. Но полиэстер довольно хорошего качества. Он не электролизуется. И я думаю, что в нем будет комфортно. Надеюсь, что никакие круги там появляться летом не будут. Вот такой вот летний топик стоил. Он 450 рублей без скидки. Но, по-моему, когда я его заказывала, он был что-то рублей 300. За эту цену вполне приемлемая вещь. Так. Следующие были вещи для детей. Для дочки. Очередные джинсы. У нас уже, не знаю, какие. 1505 джинсы с шеина. В этот раз они наконец-то. Слава тебе, Господи. Удачные. Не надо нигде ушивать. Долго думали мы, какого цвета взять. Она хотела сначала черное. Но я ее отговорила. Сказала, взять вот такие вот светло-голубого цвета. На лето это просто идеально. И мы взяли в размере S. Долго сомневались тоже между XS и S. И S в принципе села на них хорошо. По талии сидит идеально. Как она любит завышенная талия. И к низу они немножко укороченные. Вот она еще так подвернула их. И она уже их сейчас вовсю таскает. И по бедрам они свободные. В общем, все то, что любит молодежь сейчас, это знаменитый мам джинс. Который в принципе сидят на ней хорошо. В общем, качество джинсы очень хорошее. Оно легкое. Это не плотная джинса, а такой тонкий хлопочек. Стоили они 1410 рублей. Я считаю, что для такого качества вполне хорошая цена. И для дочки также она захотела в этот... Так, она давно хотела себе с этого сайта пижамку. И я отговорила ее от шелковой пижамы. Хотя она все равно планирует ее попробовать заказать в следующий раз. Мы заказали вот такую трикотажную пижамку. Здесь идет такая вот кофточка на пуговичках. Это обычный 100% трикотаж. Мы взяли S-очку и она в принципе хорошо на нее села. Здесь идет белая такая торочка. Сзади ничего нет. Длина хорошая. Не сильно длинная, но не сильно короткая. И она уже в ней спит в этой пижамке. Очень хорошее качество. Действительно приятное к телу. Это здесь идет 95% хлопка и 5% спандекса. Смотрите, это она чуть-чуть тянется. Здесь идет кармашек. И в двух цветах. Такая есть и еще есть светло-серого цвета. И к этой пижамке идут вот такие вот шортики. Коротенькие. В принципе, то, что нужно для подростка. Она ей нравится. Приятно в ней спать. В общем, все, что нужно. Единственный у нее минус. Это из-за того, что у нас кот дома. Она его таскать любит. Вся эта черная... Если я приближу, можно будет увидеть. Вся черная ткань. Вот она вся в шерсти кошачьей. К сожалению, без этого у нас никуда. Но качество нам понравилось. И она с огромным удовольствием ее таскает. И последнее, что я сказала. Это были брючки для сына. Очередные. В прошлый раз я заказала ему темно-зеленые. И они нам очень понравились. Поэтому я решила заказать еще одни. Потому что брюки он таскает просто с неимоверной скоростью. В этот раз это вот такие вот темно-синего цвета. Единственное, у них минус. Они похожи на рабочую робу. Как есть у каких-то вот рабочих. Есть комбинезоны такие. Похоже очень качество. И материал такой же. Такой же похожий у них ремешок. Вот. Но качество у них тоже отличное. Значит, стоили эти брючки 810 рублей. Я взяла в самом большом размере 11-12 лет. И они просто идеально ему подошли. Это 100% хлопок. Очень приятное качество. Здесь идут два кармашка. И сзади идет резинка. Сидят они на нем просто идеально. Снизу резинки нет. Но смотрятся они очень хорошо. Я говорю, единственный минус. Это то, что как-то по картинке не было похоже. Но в жизни немножко есть такое, что они похожи на робу. Ну, в принципе, носить будет. Их даже можно носить в школу будет. Если, конечно, школа у нас еще в этом году будет. В чем я, конечно, очень сомневаюсь. Все. Вот такой вот у меня был удачный заказ. Как обычно, будет под видео промокод. В котором заказ будет делать выгоднее. Заходите, смотрите. Надеюсь, вам будет полезно. Так. А сегодня у нас 30 апреля. Конец рабочего дня. Последнего перед долгими праздниками. Которые придется сидеть дома. Вот до того, что говорят, поставят патрули. По местам, где можно отдыхать на природе. Это, конечно, очень и очень грустно. Потому что у нас просто обалденная погодка сегодня. 20 градусов. В общем, апрель весь у нас был холодный. И вот в последний день он решил возместить свою плохую погоду. В общем, у меня трехчасовой перекур. Кофе питье. Подсела на кофе с молоком. Раньше пила всегда один раз в день. С утра только. А сейчас 3 часа обязательно пью тоже. Блин. Разбаловала себя. Вот с такой вот пастилой. Сегодня у меня это. Яблочное очень вкусное, кстати. Которое без сахара идет. Какие у меня новости. Новости такие, что из-за этой дурацкой пандемии сорвалась наша ежегодная поездка в Ростов с дочкой. Она очень-очень расстроена. Я даже планировала в этом году в мае поехать в Москву. На майске. Ну, я даже забронировала отель. Они далеко от старого Арбата. Очень классный, кстати, отель. Недорого получилось. Но мне пришлось, конечно, снять бронь. Потому что, само собой, никуда мы не едем. Конечно, это меня очень-очень расстраивает. У меня были запланированы 3 выходных. Вот это 6, 7, 8. Я собиралась брать отпуск. Но я решила его сейчас не брать. Какой смысл сидеть дома? Я лучше возьму его в июне потом. И, может быть, все-таки в июне получится съездить хотя бы в Ростов. Как-то мы с ней уже привыкли обязательно на майские праздники ездить, куда-нибудь гулять. Я, конечно, она больше шопинга хочет. Я, конечно, очень хочу просто развеяться, куда-то съездить. У меня прям вообще хорошо, конечно, что я не сижу дома, как другие. Я работаю. Для меня это даже лучше, чем было бы сидеть в изоляции. Для меня это просто ужасно. Я не знаю, как другие люди сидят очень долго. Ну, так вот. Ну, и, конечно, все очень незрачно с отпуском. Вообще, у меня, конечно, на эти мои юбилеи, мне будет в августе 40 лет, я хотела очень поехать в Германию к своей подруге, к моей куме с дочкой. Ее крестная, ну, она, получается, ее крестная, я хотела поехать очень туда. Мы уже даже все распланировали. Она хотела свозить нас в Париж, показать. Я так мечтала, чтобы на мое день рождения я увидела Париж. Это была просто моя какая-то, ну, одна из моих маленьких мечт. Ну, вот, но, к сожалению, это все обломалось. Я уже даже планировала начать делать визу. Конечно, это все выходило очень дорого, намного дороже, чем я думала. Но это выйдет даже на двоих, грубо говоря. Билеты на самолет. Учесть, что проживание, конечно, у нас будет у кумы. Все равно это выходило очень дорого. Больше, чем 120 тысяч на двоих сегодняшний двоих. Я уже не говорю, если бы поехали всей семьей. Вот, хотя у меня на отпуск, конечно, сложная была сумма в два раза меньше. Вот, я все-таки надеюсь, очень-очень надеюсь, что к лету это все закончится. И хотя бы на море, хотя бы куда-нибудь все-таки мы поедем. Потому что я уже не могу без моря, без какого-то отпуска. Если мы никуда не едем на отпуск, считай, отпуска и не было для меня. Я не знаю, как другие много-много лет не ездят никуда. Но для меня это просто, ну, очень тяжело морально. Весь год живешь и ждешь этот отпуск, который там несчастные семь дней на море. И вот их потом вспоминаешь опять весь год. Я обожаю пересматривать свои отпускные влоги. Мы пересматриваем все семьей. Потому что это настолько вот. Правда говорят, что потом в конце, в старости, будут вспоминаться только путешествия. Все, что было дома, не вспоминается. К сожалению, оно все как один день. Только как-то разнообразивает жизнь нашей именно путешествия. А у вас какие планы на это лето? Расскажите. Если, конечно, все это закончится к июню месяцу. Причем я очень-очень надеюсь. А еще у меня тут недалеко растет чудесный куст сирени. Я сейчас нарвала себе. Вставлю вам сейчас немножко, как я погуляла возле него. И, ой, я обалдею сирени. Вот именно такой живой. Жалко, что она долго не стоит дома. Я дома тоже нарвала. И она мне радует своим запахом. Это у меня воспоминание о детстве. У нас на даче росло очень много сирени. И мы всегда по весне нарывали ее. И она нас радовала своим ароматом на всю квартиру. Обожаю. Обожаю звень. И, кстати, в этом году она очень рано у нас зацвела. И вообще все деревья, все, идет раньше у нас на неделе две. Обычно всегда по середине мая. А это сейчас уже в конце апреля, в начале мая цветет. Очень жалко, конечно, что она очень быстро цветет все. По крайней мере, хотя бы сейчас, это все нас очень радует. И мне надо сегодня забрать посылочку с Азона. Я там заказала себе чайник. У меня был стеклянный чайничек, который мне заваривала чай, такой небольшой. И он у меня лопнул. Я заказала себе глиняный чайник. Надеюсь, он будет получше качества. И не так быстро лопнет, как стеклянный. Потому что я сейчас очень часто завариваю чай. По вечерам травяну и какой-нибудь с имбирем, мне нравится, с лимончиком. И если я не пью коктейль вот этот фаберликовский, то я ем творожок с фруктами и запиваю чаем этим. Вот. По килограммам, конечно, пока особо не видно ничего. Вот как-то, да. Ходила я в спортзал, у меня тогда начало только снижение активно. Сейчас я занимаюсь каждый вечер практически сама, но все равно там такой нагрузки нету, как в спортзале. Все равно я себя немножко жалею. И так активно, конечно, похудение не идет. Потому что вот все-таки больше я себе позволяю, чем другие девочки. Вот в течение дня у меня там всяких перекусов много. Всяких семечек, вкусняшек. К сожалению, я не могу и без этого никак. Иначе я бы уже давно похудела. Если бы это было так просто. Вот я еще не заберу на Азон, заберу посылочку. И не знаю, наверное, в следующем блоге уже вставлю, потому что там есть еще кофе очень вкусно, я заказала. Какое-то там расхваленное Жеки имбирные, ой, ирландские сливки или что-то такое. Вот, я вам покажу, что я заказала еще. В общем, классная получилась просылочка. Там и книжки мои любимые тоже. Вот. Ну, наверное, буду на этом заканчивать свой блог. Увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую. Пока-пока.